МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бывал заместитель председателя Центрального банка России. Александр Торшин встретился с главой Чуваши Михаилом Игнатьевым и провел расширенное совещание с бизнес-элитой региона. Все подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Банковская сфера Республики развивается успешно. В прошлом году на этом рынке появились и новые игроки. В условиях конкуренции кредитные организации вынуждены снижать проценты, и спрос на займы заметно подрос. Увеличился и объем предоставленных кредитов обрабатывающим и сельхозпредприятием. У Центробанка страны Чувашая находится на хорошем счету. У нас средства населения значительно возросли. К сожалению, средства, привлеченные от юридических лиц, несколько снизились. Соответственно, было некоторое снижение по кредитам, предоставленным, то есть по задолженностям. Состояние ликвидности банковской системы удовлетворительное было. Банки научились самостоятельно регулировать свою ликвидность за счет собственных средств, и таким образом она была на достаточно неплохом уровне. Платежеспособность, возвратность, платность у наших заемщиков перед банками такая ровная. Да, есть отдельные вопросы, где предприятия разоряются, мы разбираемся на разных площадках. По совокупному индексу обеспеченности региона банковскими услугами практически республика занимает шестое место в Приволжском федеральном округе. Важнейшая задача сегодняшнего дня, как подчеркивает президент России Владимир Владимирович Путин, добиться сбалансированности бюджета. В реальном секторе экономики республики наблюдается спрос на кредитные ресурсы. Центробанк готов пойти навстречу предпринимателям. Александр Торшин приехал в Чебоксары, чтобы познакомиться с конкретными проектами. Точек роста в Чувашии достаточно, отмечает заместитель председателя Центрального банка. Он высоко оценил темпы социально-экономического развития республики. Трезвая оценка есть. И она подтверждена была вчера на заседании правительства Российской Федерации. Вчера на заседании правительства Российской Федерации я там был. Рассматриваются вопросы агропромышленного комплекса, развития. Надо сказать, что Чувашская республика является на очень приличном месте. Сейчас, отмечает Александр Торшин, необходимо сделать упор на развитие инновационных предприятий в агросфере. А еще обратить внимание на плодо-овощную продукцию. Вот здесь у нас потребностей и желаний гораздо больше, чем достигнутый результат. Понятно, что у нас там климат посуровее, чем, скажем, там в Европе, в южных частях нашей же страны. Но обратить на это внимание надо. Особенно овощная и, будем говорить так, фрукты. С фруктами плохо. А здесь вы могли бы, пожалуй, быть одними из самых первых. Садов закладывается много. По возвращении в Москву Александр Торшин планирует обсудить меры поддержки предпринимателей с представителями федеральных ведомств. Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков и Андрей Шоклев. Республика. Год человека труда – прекрасный повод отметить труд тех, кто вносит весомый вклад в развитие республики. Первыми почетных наград удостоились лучшие из лучших в агропромышленном комплексе Чуваши. Сельское хозяйство в Чувашии даже в сложный экономический период демонстрирует уверенную динамику. Показатели развития отрасли – это цифры, полученные в результате труда всех, кто работает на земле. Сегодня в зале собрались лучшие из лучших в области зоотехники, ветеринарии и машинного доения. Сейчас Чувашия по уровню производства молока занимает второе место в Приволжском федеральном округе. А по производству мяса – третье место. Если взять цифры, сначала о реализации предъявленного национального проекта развития агропромышленного комплекса, который на Агропромышленном округе, в республике выросли на 36%. Это продуктивные, качественные показатели. По прошлому году создали они 4861 килограмм. Мы, если задаться в основном, мы смогли учить работать, конечно, можем учить работать. Для этого, конечно, мы должны привлекать дополнительные инвестиции. Как наши руководители СИПОС-организации вместе с вами провели соответствующую модернизацию, применяются современные и мировые технологии, высокопроизводительный труд дает возможность животноводам сегодня получать соответствующий уровень заработной платы от производительности труда. И такая же ситуация складывается в растение новостей. Если по уровню просто заработной платы, по прошлому году взять среднее по республике, в реальной церкви экономики, она увеличивается у нас где-то 30,5%. Сегодня награды и нашли своих героев. 35 лет своей жизни Людмила Киргизова посвятила сельскому хозяйству. Теперь она заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской республики. Это же звание носит и Зоя Филиппова. Не ожидала, конечно, но спасибо всем. Я работаю в колхозе 15 лет. Условия хорошие, коллектив дружный. Работаем очень дружно, хорошо, помогает заведующий. А Елена Тимофеева стала самым молодым оператором машинного доения, получившим благодарность главы Чувашии. В сельскохозяйственном производственном кооперативе Канажского района Елена работает вот уже три года и не представляет для себя иной работы. Кстати, она в кооперативе не единственный молодой специалист. Работа достойная, хорошая. У нас коллектив дружный. В основном работает молодежь в коллективе. Очень рада, что получила награду. Дай Богу, в дальнейшем, чтобы получать награды. Будем стараться. Эти профессионалы своего дела не намерены останавливаться на достигнутом. Признание их заслуг на государственном уровне – стимул двигаться дальше. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев сегодня посетил Цивильский район. В программе рабочей поездки – ход подготовки к весеннеполевым работам. Встречи с трудовыми династиями и подведение итогов социально-экономического развития района за 2015 год и задачах на будущий. Более подробно о поездке в район мы расскажем в понедельник. Широкие поля, зеленые леса, голубые озера. Это сказано про Маргаушскую землю. Сегодня район отмечает 72-летие. С праздником жителей поздравила вице-премьер правительства Чувашии Алла Салаева. Благодатная земля дает хорошее урожае. Именно здесь растет самый вкусный картофель. А Маргаушская птицефабрика известна во всей Чувашии. Трудолюбию маргаушцев можно позавидовать. Показатели вашего района действительно одни из самых лучших. Сегодня по праву можно гордиться тем, что ваша школа входит в 200 лучших сельских школ Российской Федерации. Конечно, вы вместе с городом делаете великое дело. Маргаушская земля дала республике и стране много выдающихся имен. В их числе экс-министры. Внутренний дел Чувашии Михаил Киселев и труда и занятость населения Крета Валицкая. Знаменитые спортсменки Вера Соколова и Валентина Егорова. Этих и многих других уроженцев района можно смело называть национальным достоянием. По случаю дня рождения района Алла Салаева вручила награды и диплома маргаушца. Республиканский фонд капремонта подвел итоги работы за прошедший год. 236 миллионов были потрачены на обновление инженерных сетей многоквартирных домов. Сегодня представители управляющих компаний, администрации районов и городов собрались обсудить, как будет организована работа в 2016 году. За 2015 год в республике капитально отремонтировали 294 дома. Больше, чем планировали. Какие-то дома были признаны аварийными и автоматически перешли в другую программу. Некоторые работы управляющие компании провели в рамках текущего ремонта, сохранив средства фонда. Были ситуации и наоборот, когда проблемы вскрывались уже после утверждения перечня работ. И приходилось искать дополнительное финансирование. Сейчас запланировано 427 многоквартирных домов в ремонте находятся. Но это может корректироваться в ходе уже реализации. Все зависит от того, насколько мы правильно спланируем работы. От этого и качество работы зависит. Соответственно, нет тут мелочей. Хотелось бы все дефекты, существующие в домах, запланированных работах, все предусмотреть в проектах, чтобы не допускать ошибок при работах. Как и обещали столичные власти, проект «Открытый город» продолжил существование в этом году. Чтобы горожане не оставались один на один со своими проблемами и не копили недовольства, несколько раз в месяц в Чебоксарах проходят встречи с представителями администрации. Впервые в этом году с жителями встретился глава администрации столицы Алексей Ладоков. «Да, да, да. У нас перестанет. Давайте пропустим вопрос. Да, может быть, мы как-то вот, да, внимание проявляем. Кому не волнует больше? Так вот». Осторожно. Обсуждение проблем может принять негативную окраску. Но это не отменяет важности каждой темы. Алексей Ладоков настроился на конструктивный диалог и жестко пресекал попытки перевести разговор в обвинительное русло. За вечер прозвучало около ста вопросов. Они касались перспектив развития транспорта, строительства школ и детских садов, тарифов ЖКХ и обеспечения безопасности граждан. «Вот жилых домах разливайте. Когда будет принято постановление о закрытии их?» «На территории города, да, есть такие кафе, небольшой площади, в которых торгуют алкоголем, разливают его. После неоднократных встреч с жителями мы начали с этой проблемы бороться. Пока результата нет. Но сегодня мы вышли в суд по закрытию кафе. Значит, два кафе. По-моему, Дубай одно называется. Новоизвестное районное. И у Петровича в северо-западном. Совместно с Роспотребнадзором. Сейчас обкатаем практику. Попытаемся их закрыть. Если это получится, будем распространять на следующий». Алексей Ладоков подчеркнул. Одна из приоритетных задач городской власти – это полная прозрачность действий. И подобные встречи – тому доказательство. Следующая состоится уже 18 февраля. Анастасия Алексеева, Олег Якимов, Республика. Более подробно о диалоге городских властей и чебоксарцев мы расскажем в авторской программе «Анастасия Алексеева и комфортный город». Она стала победителем муниципального конкурса социально значимых проектов средств массовой информации в этом году. Смотрите первый выпуск программы 29 февраля в 20 часов 30 минут. В век интерактивных технологий побывать в Париже, прокатиться на сноуборде в Альпах или же посетить русский музей можно при помощи пары кликов компьютерной мышкой. Сотрудники музейно-библиотечного центра храма новомучников и исповедников российских чебоксарах решили расширить культурное пространство для своих прихожан. Здесь открылся второй виртуальный филиал знаменитого русского музея. Познакомить детей с бытом и жизнью, например, 19 века, можно не только по скучным учебникам, но и в режиме игры. С открытием виртуального филиала некоторые занятия по истории можно проводить и здесь, в музейном зале храма. Конечно, в медиатеке представлены не все экспонаты, их свыше 400 тысяч, и ацетировать все пока не удалось. Но при этом есть возможность заглянуть в закрытые фонды музея, например, увидеть коллекцию невыставленных скульптур. Сегодня мы открываем 178-й виртуальный филиал. Это 135-й филиал в России, 40 за рубежом, и даже два виртуальных филиала находятся в Антарктиде. Виртуальный музей в первую очередь информационный ресурс. Узнать все об истории создания произведения о его судьбе, биографии автора и его влияния на русскую культуру. А уже после вживую знакомиться с творением советуют работники русского музея. Тогда общение с искусством перейдет на другой уровень. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. В этом году страна отметит 71-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Но не все страницы летописи самой кровопролитной войны еще исследованы. Тысячи солдат в списках пропавших без вести. Сегодня появилась надежда вернуть имя еще одному неизвестному солдату. Под Ржевом найдено письмо сына к отцу на чувашском языке. Поисковики местного отряда «Защитник» просят помощи у жителей Чувашии в поисках родственников героя войны. Немцы оккупировали Ржев в октябре 1942 года. Полтора года длились бои за Ржевско-Вяземский выступ. От исхода этих сражений зависела судьба Москвы. Гитлер стягивал сюда свои войска для наступления на столицу. Ржевская мясорубка. Так прозвали самые кровопролитные сражения Великой Отечественной войны, в которой принимали участие больше двух миллионов советских солдат и офицеров. Более 900 тысяч погибли. Долгое время эти данные были засекречены. В боях за Ржев участвовала 139-я стрелковая дивизия, сформированная, как известно, в Чубаксарах. Примерно составлен список, сколько там может быть солдат, потому что там примерно 70% было Чувашии. Там погибло порядка 20 человек в этом месте, и пропало около 20 человек, опять же, около района деревни Марина, из Чувашии конкретно. То есть те, кто могли написать письмо на чувашском языке. И кроме этого есть еще список, там несколько побольше, люди, которые пропали без вести из 139-й дивизии в августе 1942 года. Одному из них и может принадлежать письмо, найденное в воронке под Ржевом. Сообщение об этом появилось на сайте солдат.ру. Поисковики сообщают о том, что найдены останки пяти солдат. Медальонов нет. Но сохранилось письмо, написанное на чувашском языке. Сын просит отца скорее вернуться домой. Сообщает о том, что брат или дядя Сергей умер, вернувшись домой. Мама лежит при смерти. Также рассказывают про братьев Илью и Валерия. К сожалению, не сохранились ни фамилии, ни адреса. Само письмо написано на каком-то документе. И здесь можно разобрать некоторые фамилии. Все это может помочь найти автора письма. Сейчас активисты, присоединившиеся к поискам, сопоставляют фамилии и имена военнослужащих 139-й дивизии, погибших и пропавших под Ржевом, и их семей с именами, упомянутыми в письме. По некоторым сожалению, в Яльстиковском районе, по Максимову, например, так они не смогли найти родственников. То есть тоже может быть такая ситуация, что он пишет, что там кто-то погиб, мать при смерти, что могли быть, что эти люди, их могли отправить в детдом, например, что у них родственники в деревне могло не остаться. К поискам может присоединиться каждый. У нас есть возможность восстановить имя еще одного героя. Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика. В год «Человека труда» в Чувашии проходит конкурс видеороликов «Трудом великим славен человек». Студенты техникумов и колледжей получили задание ярко и интересно рассказать о своей специальности. Я не сын олигарха. У меня нет высокопоставленных знакомых, способных помочь мне в будущем. И я ясно вижу, что путь к успеху лежит через труд ежедневный. Аграрии, медики, кулинары, нефтяники, программисты. Вы узнаете много нового об этих профессиях, если зайдете на страничку конкурса видеороликов. Там пока 19 работ, среди которых есть зарисовки студентов из Уфы и Севастополя. Будущий программист Александр Кузьмин недавно увидел себя во сне учителем. О том, как прошел его день, он и рассказал в своем ролике. Профессия учителя из чего состоит? Учитель заходит в учебное заведение, со всеми здоровается, приветствует всех. Затем берет журнал, естественно, в столовую идет и, собственно, проводит урок сам. Про это все я и рассказал в моем видеоролике. Профессию учителя, мне кажется, не каждому надо им быть. Нужно быть ответственным человеком, целеустремленным, чтобы к твоему примеру последовали другие люди. В конкурсе несколько номинаций. Ребятам предлагается не только описать свое дело, но и рассказать о трудовых династиях или знаменитостях профессии. Во-первых, хотелось бы, чтобы больше студентов выполняли такие работы, творческие работы, и показывали свое видение в своей профессии, в которой они вступили и учатся, обучаются. Возможно, кто-то уже закончил. А еще хотелось бы, чтобы зрители, которые тоже будут смотреть эти ролики в интернете, увидели с другой стороны ту или иную специальность, которая представлена в этих работах. Награждение победителей конкурса пройдет 28 февраля. А пока у студентов Чуваши еще есть немного времени, чтобы ярко рассказать о своей специальности. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Из-за уголка Ковчег в столичном парке имени Андриана Николаева неизвестный мужчина похитил птиц разных пород. Сейчас преступление расследуют следственные органы. Как выяснилось, похититель проник на территорию зоопарка через заднюю дверь, в которую обычно входят сотрудники Ковчега. Вошел в вольер с птицами, похитил четырех цесарок, четырех фазанов, двух куриц-бентамок и гуся породы линда, который был очень дружелюбным и общительным. Мужчине удалось бы унести всех птиц, если бы его не спугнул сторож. Двух птиц обнаружили сегодня днем, помогли местные жители. А о судьбе пропавших особей остается только догадываться. Как говорят специалисты, птица сейчас в цене, потому что идет весна, и птицу заводят в домашних хозяйствах на летний период, на выращивание, к зиме. Она сейчас растет в цене. Может быть, конечно, кто-то хочет ее съесть. Птица кричит, потому что они примыкли жить в семье, и сейчас она ищет и зовет всех тех, с кем она была все это время. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все подробности происшествия. Но, как признаются сами сотрудники зооуголка, надежда, что птицы найдутся, небольшая. Строители, налоговые инспекторы, представители аграрного сектора и, конечно же, банковские работники. Все они на некоторое время сменили рабочую одежду на спортивные костюмы, чтобы побороться за кубок Сбербанка. На церемонии открытия чемпионата по командным видам спорта присутствовал и глава республики. От помощи Хатабыча ни одна команда, наверное, не отказалась бы. Ведь в течение нескольких месяцев спортсменам-любителям предстоит доказать, что волейбол, баскетбол и другие виды спорта – игры не только для профессионалов. Тренировки заняли больше месяца, но ребята все равно волнуются. Понять их можно. На кону не только кубок, но и честь мундира. Мы будем стараться. Я знаю, здесь собраны очень серьезные игроки. Мы постараемся представить главу достойно и органы исполнительной власти тоже. Очень сильно играют пенсионный фонд Чувашской республики, управление налоговое. Я думаю, здесь нет слабых игроков. Мы будем стараться побеждать в каждом матче. Главная составляющая успеха – правильный настрой. Готовы? Понимаете, да? Патриотическое чувство они какие должны быть. Молодые. Все возможности. Внутренняя духовная сила, физическая сила подготовлены. Но самое главное – командный дух. Сегодня состоялись соревнования по мини-футболу. Этот вид спорта весьма популярен. Для него не нужно больших полей. Вполне достаточно небольшого зала. Кубков и спартакиад, подобные этому, в республике проводятся немало. Многие команды встречаются друг с другом не первый раз. Мы друг друга знаем. Очень способные, активные спортсмены участвуют. Они передовики производства, передовики, отличные работники в своих трудовых коллективах. Обстановка в спорткомплексе, хотя и спортивная, но вполне дружелюбная. Это как раз тот случай, когда участие дороже победы. В воскресенье 14 февраля стартует традиционная гонка «Лыжня России». Она проходит в стране не первый год. Однако в этом году регламент соревнований изменился. Палки, лыжи, хорошее настроение и медицинская справка о состоянии здоровья. Без нее в этом году на лыжню не пустят. Пройти медобследование можно в больнице по месту жительства. Принять участие в гонке сможет как новичок, так и спортсмен-профессионал. В день старта регистрация участников будет проводиться на местах проведения соревнований. Лыжная трасса впервые будет проложена в районе аэропорта. Время старта по-прежнему неизменно – 12 часов. Длина дистанции от 2 до 3 километров. Планируется, что в массовой гонке примут участие более 13 тысяч жителей Чувашии. Победители и призеры «Лыжней России» будут награждены дипломами и памятными призами. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго, вам удачных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!